Господа и примкнувшие к ним дамы, здравствуйте! Наконец-то к нам вернулся наш друг Иван. Да, сегодня мы в майках одинаковые циклограммы. Да, сегодня обзор в чёрном. Поэтому надеюсь, что в таком же единении мы продолжим серий обзор. Ну, надеюсь, только не траурно, знаешь, такая удастая. Белый уж есть, иначе всё хорошо. А что мне написано? Джейк Энд Джонс. Ладно, будем читать что-то какое-то... Было бы пойло, было бы вообще хорошо, если бы Джек Дэниелс было так, но... В общем, сегодня что-то Ваня принёс нам. Томатины, я вижу. Да, ну, томатины я бы привык читать. Сингл молд, шотландский, 18 лет, 46 градусов. Я сейчас скажу, что сеньор помидор. Ну, томат, томат. Да. Это, короче, когда... Шутки от Олега неудачные. Когда томат куда-то засовываешь, получается, томат-ин. Шутки от Ивана неудачные. Вот, видите? Да, подготовились. Про историю ничего не рассказывать не буду. Зачем всё? Он уже томат-ин, уже вообще победил. Потому что всё это время придумал эту шутку. А мы, знаешь, мы с Женей тоже у нас всегда... Идеальный юмор. Да, продолжаем, извини. Вот. Уже всё как вы сказали. Короче, там помидор. Выдержка, получается, пятнадцать с половиной лет в бурбоновых бочках. Как-то дорого звучит сразу. Из-под Мейкерс Марк. О! Мейкерс Марк я люблю. И потом два с половиной года до выдержки в хересных бочках. Ой, ещё и хересом выкрыли. Да. Так это должна быть сладенькое такое во вкусе, по идее. Ну, я... Блин, я не хочу просто говорить. Ладно, что не хочешь. Да, то есть, будешь пробовать и будешь там уже свои рецепты... Всё! Закончили с историей. У нас сегодня недолгие, знаете, сегодня не будет по десятой минуте. Сегодня будет раньше. По ценнику, получается, в Беларуси он покупался год назад. Стоил он 200 с копейками, там 230, наверное, примерно. Сколько он стоит сейчас, мы не знаем. К сожалению, его сейчас, в принципе, нету, потому что у нас с поставками не очень. Допустим, там в том же Вайн Спирит появились там Артбеки, Талискера, но там за ценник немножко завышенный, поэтому... Немножко Артбек, то в рублей 400, да? Нет, ну 200 рублей вот эта пятёрка, уебисти, которая... Какое название? А десятки немало, да? Десятки, может, в Минске где-то есть, у нас нету, у нас только ОНО и Уебисти, да. Вроде как. Не угадала, не говорю, врагиное, ничего этого нету. Так! Продолжим. Да. Мы там что-то говорили. Мы говорили про то, какие есть вообще релизы в магазинах. Вот. Из линейки у них получается начальный Легаси, называется, без указания возраста. Потом двенашка, не помню двенашка, какие бочки, 14 точная до выдержка из-под портвейных бочек. Ну, 18-ка, ну и там выше уже, скажем так, более дорогие. Ну, это, получается, Бурбон плюс Херес. Херес, да, да, да. Классический Хайландовский. Не? Поехалишь. Ну, тут хересные ноты очень хорошие. Не знаю, у меня наоборот, у меня ощущение, что доминируют больше бурбоновые вот эти ванильные составляющие. Не, знаешь, мне вот эта винная сразу часть, она очень хорошо выскочила. Понятно, что там есть, там внутри вот это вот всё, но оно как-то вот мне с дальнего вот, прямо так винненькое. Ягодные, ягодные. Да, вот оно хорошее, виноградное вот это вот. Причём, вот, ну, со временем понятно, что это было ожидаемо. Ну, меньше стало Хереса, в принципе, в напитке. То есть, изначально, когда... Ещё сильнее было. Да, Херес, ну, как бы тут... Ну, понятно, доминишка всегда. Да, она первая. Она всегда, как бы... Не, ну, слушай, для года нормально, прошу прощения. Ну, там два, там два с половиной. Ты помнишь, как у нас там деградировал условные комики за... Ну, он не то, что деградировал, он просто терял вкус именно, вот эту яркость, вот эту искристость. Ну, да, вспомни, как этот самый Джемисон Epo Edition, который вообще там за три недели... О, нет, Джемисон вообще очень плохо. Ладно, что по напитку. Солодовость хорошая. Мне нравятся очень аккуратные ноты. Они не... Знаешь, вот есть... А, кстати, это сорок? Сорок шесть. Сорок шесть. Вот видишь? Очень аккуратно, не обжигающе, не чуть-чуть. Оно вообще идеально вот ложится, как бы, такой мягко-мягко. Ну, это вот медовость. Она вот очень такой дает, как сказать, округлость дает даже в аромате. Оно сочетание этой сахаристости кукурузной плюс виноградной, оно такое вот на медовости тянет, наверное. Причем такой мед, который уже полежал, не жидкий такой, а такой уже... Ну, в банке, который уже этот самый. Ну и, конечно, есть здесь это и ванилька, как бы, ну понятно. Классические цветы. Немножко, правда, дует с окна. Можно было закрыть. Я думаю, мы учуем. Не, мне уже не дует со всей этой, просто для себя открывал. Это мне вечно жарко, я вечно потный Олег и остальные нормальные. Вот, раскрывается. Вот это точно этот напиток, которому стоит дать постоять, подождать. Понятно, что возраст, это уже более серьезный. Тут так, грубо говоря, голубом не подойдешь к такому напитку. Вот, открывается уже гораздо ярче ореховый спектр, там, не знаю, всевозможные там сухофрукты. Ну, это со всеми возрастными. На самом деле, чем возрастнее, ну, более возрастной напиток, тем он дольше раскрывается. Абсолютно точно, потому что некоторые попробуют, там, условно говоря, 20 плюс риски такие, ну, и что, да. Такие, а оказывается, там надо было подход специально. А если там 5-10 минут подождать, то там совсем другой вариант. Ну, иногда не здесь надо. Нет, так иногда может быть больше. Ну, вот мы даже с Женей недавно записывали этого старейшины, 12 лет уже. И поначалу, знаешь, мы налилили, вот он на десятке, если десятка сразу была там цветочная. Наоборот, он очень сильно отличался в плане того, что он очень закрытый был, там задубленность. А буквально вот через 2-3 минуты там попер уже весь букет и выходить. И он стал глубже, глубже, глубже начинать. Ну, это что коньяки, что виски, чем выше возраст, тем у них... Ну, они просто сами по себе более насыщенные, они больше в себя выбирают, поэтому надо, чтобы... Калибровка была. Ну что, пробуем? Да. А, такой хотел, ну давай. Ну, надо же уже соблюдать традиции. Ну, тут вот ореха очень хорошая, во вкусе очень. Классно. Классные миски, абсолютно классные. Мёзиком отдаёт. Есть такая вот эта... Я бы даже сказал, знаешь, вот эта вот... При этом при всём остаётся хороший херес, остаются все во вкусе... Ну, ореховость хересная однозначно не бывает. Шоколад, шоколад очень такой насыщенный. Ну, я бы сказал, очень горький тут шоколад. Ну, нет, горький в послевкусии идёт в дерево такое, в дубово. Да. Вот, а именно во вкусе, в самом по себе, шоколад наоборот, он такой... Женя делает инстаграм на снимок. Я не знаю, то есть, у нас были, ты помнишь, раньше шоколадки, там 56% продавали. А бывали даже за 80, которые... Не, 80, не-не, тут это уже горечь идёт, когда в послевкусии, я имею в виду именно во вкусе. А, ну... Когда вот эта сладость... 56% это такой ближе к молочке. Тогда, ну, такое, знаешь, типа не совсем молочный, приторный, но при этом шоколадный. Ну, слушай, ну, его вкус такой серьёзный, приятный. В послевкусии немножко такое, ну, блин, где-то там далеко появляется лёгкая там бражность, самогонность, но, скажем так... Давай так, это практически везде. Заход, да, это абсолютно нормально. И... Я думаю, говорить про то, что закусывать не хочется... Да, ну и много пить его тоже не будешь. То есть, он такой достаточно тяжёлый. Как сказал бы один из наших подписчиков, это моветон. Ну да, 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 да. У нас вообще подписчики молодцы. Мне нравится, там... Движуху люди наводят. Ну вот, кстати, он чем больше стоит, тем более хели с ним становится. Да, у него переход идёт... Чем-то мне напоминает Болвеню. 12 лет, да, Болвуд. Тоже очень, скажем так, очень бурбоновый, в принципе, но при этом яркие ноты, которые, ну, отличительные, хересные. Ну вот здесь такое, знаешь, я бы сказал, что здесь бурбоновость интересная во вкусе, но она менее сладкая, чем сам бурбон. То есть, она такая вот... Эко-завернул. Ну вот, есть здесь эта фишка, и лаковость присутствует, и всё, но... Однозначно, ванильная составляющая хорошая, там, не знаю, там, луговые цветы, всё что угодно здесь. Не, ну, основные спектры, ну, вот я как-то, я там не люблю вот это глубоко, да, сильно, потому что это... Ну, любой запах же можно раскладывать на ещё запахи, это же ты понимаешь, да, там, допустим... Почему там, допустим, ананас там можно разложить на яблоко, там, с... Понятно, яблоко с грушей смешиваешь, у тебя там получается ещё... Да, 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 то есть, можно так бесконечно. Я к тому, что здесь вот основные эти направления, здесь бурбонность, то есть, лаково-ванильность, это самое, и орех, и фруктовость вот такая с цветочностью. Ну, скажем так, типа, что заявлено производителем, то оно даёт. Слушай, ну, вообще, это очень сбалансировано, хорошо, ну, честно. Как бы для 18 лет, возможно, это не самый лучший вариант, потому что, опять же повторюсь, когда-то пробовался первым синглболтом был для андромных 18 лет. Причём тот, того релиза, который, как бы, в реальности там мог быть и 20+. Да, скорее всего, он там был 20+, с учётом этих всех... И там вкус, конечно, был такой... Да, но просто, как бы, и томатин, многие его хейтят, но я считаю, что достойный напиток. Понятно, если там будет стоить 200 долларов, то, наверное, нет. А за соточку вполне. А если где-то за соточку попадается, то, ну, в бар поставить. А ты знаешь, Ваня, я вообще в последнее время стал абстрагироваться больше от цен вот этих вот... Да, просто что-то, если хочется, значит, хочется. А ну, давайте так определить. Понятно, что это всё дорого, да? То есть, ну, и на самом деле, ни один там... Ни водка супер дорогая, ни виски супер дорогой, они, как правило, ну... Они не стоят свои деньги. Они не стоят, конечно. Это ты платишь вот за эти вот тонкости в удовольствии. Это то же самое, что ты покупаешь Nike или покупаешь там с турецкого рынка какого-нибудь? Ну, да. То есть, можно купить кроссовки нормальные, там, какого-то бренда неизвестного. Они будут хорошо носиться, у тебя будет в них хорошо дышать на гаффе. А можно купить вот правильно там Nike, допустим. И Nike ты заплатишь там 150 баксов там, а за обычные ты заплатишь там 50. И вполне может быть, что Nike порвётся через неделю. А у меня такое бывало там... Раньше у нас тут был там магазин такой распиаренный, типа Baden. Они возили типа фирмовую там обувь. И я помню, одни туфли я там купил, ну, вот они такие за сотка плюс. То есть, они хорошо носились. Second hand называется. А другие, значит, я их купил, они через три недели превратились... Ну, они остались целые, но внешний вид превратился в какашку. Вот, поэтому, да. Поэтому это товар, это на свой страх и риск. Да. Возможности есть. Ну, на самом деле, готовы вы за эти вот тонкости вкусовые переплачивать или нет? Просто одно могу точно всегда. Вот уже в последнее время говорю, что человек, который односолоды распробовал, попробовал, вот вошёл во вкус, ему, конечно, уже потом с блендами тяжело жить. Ну, там проблемы в блендах. В плане того, что типа есть же бленды хорошие, качественные, выдержанные, но пить бленды, которые там за 35 рублей условные... Ну, вот эти условные все... Знаешь, вот это вот, которые там балантаются, вот это вот вся... Как бы если на столе будет, то выпью, ну, как бы ничего страшного, но сам формат того, что когда ты привыкаешь уже к насыщенной мягкости, да, то есть уже чувствуется эта спиртуозность. Вот. Как-то так. По оценке... Оценка, ну, блин... Ну, я видел, да, там... Да, где-то восемь с половиной, там, вот туда, ну, за восемь уходит это однозначно. За восемь, да, причём, ну, блин... Ну, это хорошо, ну, это вкусно всё. Это вот то, чего ожидаешь, когда ты видишь там на полке... Ты видишь ценник, да. Ты видишь ценник, и ты видишь, собственно говоря, там 18 лет виски, да, то есть, ну, как бы... Ну, ребят, и... Хочется и выхлопа вот соответствующего. Да, да, да. Ну, как-то, наверное, так. Да, я думаю, как-то так. Всё, спасибо большое, что вы нас смотрели. Будьте здоровы, живите богато. Обязательно заходите там в чаты, в телеграм и так далее. Нажимайте на лайки, на подписки. Кстати, я недавно проверил. Блин, ну, серьёзно. Что, никто не ставит лайки? Нет. Ваня, 65% людей смотрят без подписки. Это не дело, ребята. Ну, я всё понимаю. Ну, как? Ну, смысл, смысл, я не понимаю. Что вам ещё надо? Ну, нажмите вы эту кнопку, ну. То есть, написать гневный комментарий, пожалуйста. Вот. А так всё. Будьте здоровы, пейте хорошие напитки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Поехали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...